Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Во имя Отца и Сынного Святого Духа. Вот сегодня у нас 4 ноября 2015 года, среда. Попросили и не один человек разъяснить, а с чего ради вдруг появился вот этот канал, его можно или как назвать, обречитель Лапкина. Вот он как, показать даже где-то. 17 видео. Я уже 4 разобрал, по порядку начал все объяснять, в чем они здесь ошибаются, что говорят неправильно и так дальше. Урок Лапкина 5, это урок Лапкина, это они называют, это все их. Кто тут Дудин, называется Сергей, в священнической одежде кто-то появляется, не знаю, из города Северск, Томской епархии, из Куратовской, где-то из Филадейфии, из баптистов, якобы пришедшей в православие. Ну, просто трудно предположить, что это человек, который в священнической одежде, это он все пишет. Я стал выставлять, и сразу же священники, которые такие, сказать, нейтральные, они говорят, а зачем вы их приписываете-то? В первую очередь, вы не знаете. Действительно, я не знаю, это интернет. Они тут разные аватары придумывают, ники. А я выставляю своя фамилия моя, где мы бываем, все. А здесь нигде ничего нет, и биографии даже не узнаешь. Ну, я беру то, что есть. Тем более, до этого мы переговаривали с ним, или под его именем кто-то. Но если это так, то я давно перешел уже склон, допустим, жизнь человеческая 70 лет, при большей крепости 80, ну и половина это 35 лет. Мне уже 77 год. Я давно перешел это перевал. И жизнь моя очень необычная. Как я обратился к Богу, где был, где работал. Ну, не каждый может показать эту биографию. Я когда приезжаю где-то, все, о, Солженицын приехал. До того интересно. Ну, какой я Солженицын? Но у меня очень близко, просто понятно. Говорится то, что говорил Солженицын. Я буду маленько отвлекаться в разговоре, и прочитал, лжец и обманщик, тиран, там всяческими словами Солженица сегодня поносят где-то. А я понимаю, это гений. Гений. За столетия один, может, такой встает в России. И даже в этом похоже, в охлеветании. Вот. Он был в ГУЛАГе, в Глориад. У меня ничего этого, конечно, нету. Но есть и общее. Я тоже маленько понюхал ГУЛАГа. Клеветников много. Ну, и внешне с чем-то, говорят, похоже даже. Дело-то даже не в этом. Дело в том, что когда ты знаешь, что ты не один, а и другие здесь, то на этой земле, ну, вполне переносимые бывают какие-то скорби, печали. Это дает облегчение. Но когда это будет в вечности, и там будут миллиарды мучиться в огне, Златоуст говорит, это не дает облегчения на земле. Ну, я не один такой. И вот здесь Господь допускает. Я это принимаю как от Бога. Я пытался сначала говорить, гляжу, а они делают совершенно непотребное. Называется флут. Когда один тот же материал, ну, а если бы у меня ничего не было, он бы ничего не сделал. Ему я не могу этого сделать. Даже если бы хотел. У меня канал, и он там, который под Энимем Дудина, он брызгивает сразу 30-50 роликов. Ну, зачем это? Во-первых, это никуда не годится. Это мои строения, так назовем, ограда моя, мой дом, моя усадьба. Это я называю ресурсы. И вот сколько я знаю, у меня опыт 53 года, как я обратился, со всеми буквально сектами встречался. Ну, как Олег Стеняев считает, что я необыкновенно продуктивный, что люди приходят, обращаются. И все 53 года мои проповеди направлены к тому, чтобы люди познали Бога и пришли в православие московского патриархата, московского. Другого я не говорил никогда, и никто не может показать, чтобы я православным говорил, уходите у Баптиста или еще что-то. Ну, и мнение обо мне. Андрей Кураев, он приезжал сюда, книги брал. Я все это к тому подговариваю, что вот такой злобы, вот такой мстительности, вот такого извращения слов, роликов, вот такой наглости, я не встречал ни среди коммунистов, а меня они сожрали не один раз, пять тюрем за плечами, я повидал кое-что, и коммунистов знаю не понаслышке, вот. Встречался с людьми, которые исповедуют фашизм, прямо по-настоящему, настоящие фашисты русские, вот, со всеми сектантами, какие только возможно, с католиками, со священством, и проехал по Америке вдоль и поперек, по Америке, вот. Вот. И от Владивостока, Портнаходка, до Португалии, Лиссабона. Турцию прошли, Скандинавию, Прибалтику. Ну, не каждый может сказать, что такой у него жизненный путь. И люди всякие-всякие встречались, и в мусульмане, и в Чечне три раза были, но я нигде не встретил вот таких людей, которые так ведут себя безобразно. То есть, ни о нравственности их нельзя говорить, ни о почтении, ни о каком-то уважении. Нет. Я, естественно, раз такой опыт, я начинаю думать, а почему они такие? Почему? А потому что Господь сказал, говорит, если находит выметенным, эти люди, может быть, соприкасались или причащались, то демон, они живут не по-евангельски, он берет семь злейших. И бывает первое хуже последнего. И дальше, говорит, лучше бы не познать им путь истины, нежели познавшего, возвратиться на зрад преданной Святой Западе, как пес на блевотину. Это вот то. Что это такое? Я нахожу так, исследуя все. Это очень хорошо, очень хорошо написано. Молчанием предается Бог, священника, там, протоиерея, Виктора Потапа в Вашингтоне. Теперь он принял акт о колоническом общении, я у него там гостил, с ним вместе он возил меня, я хотел в больницу, не удалось только проникнуть в тюрьму. Он уже звонил, все, но посторонний человек, видимо, сказали для себя лучше. У меня опыт работы с заключенными где-то. И вот такой вот наглости, настырности, бессовестности, искажения, лыжи не встречал. Даже, ну, если все взять вместе на 100%, вот, возможно, ну, может быть, они близки к этому, вот эти два другие, там, обречают лапки. На что они будут обречать? Ничего они не могут обречать. Я легко доказываю, четыре ролика уже выставил и здесь. Они не могут обречать меня. Во-первых, они меня не знают. То есть, Бог сокрыл от меня, они не знают. А все остальное только извращают. Почему они такие? Я отвечаю вопрос. Те, которые есть под этим именем. Я даже не знаю, Скоротовский ли этот, ну, как он называет себе Виктор Скоротовский, священник этот вот Дудин. Это только потому, когда человек узнает что-то, а потом отступает и с мирскими. Это Сергиевская декларация. Это Виктор Потапов и пишет. Митрополита Сергия Строгородского. В 27-м году, когда выпустил это воззвание, что ваши радости, наши радости к советской власти. Полное, абсолютное разложение и предательство. И вот это все сегодня находится в патриархии. Это сегодня. Они за эти слова ухватятся. Ну, вы рассмотрите все. А я не хочу, чтобы вы такими были. Они не могут быть другими. А они все буквально разъедают там. Это сама система. Система лжи. Недержание своего слова. Как я называю, тройная ложь. И когда меня спрашивали в университетах везде, а вы вот кратко можете давать изречение, что такое. Ну, как вот вы определяете. Вот, допустим, что такое совесть. Много разных толкований. Я отвечаю, это тот участок души, через который слышится голос Божий. У этих людей нападает вот обречителями, называют себя. Вот нет этого качества. А они не свободны в совести. Они рабы. Им нужно перед кем-то это говорить, гнать, травить. И при том, почему они нападают на патриарха? А я многое патриарху, тогдашнему еще митрополиту сказал. Алексей, я разбираю его ответы во свете Библии. А они знают, что там нет. А вот здесь можно лаять. А ту? И они бросили. За мной ничего нет. Нет. Я разобрал, по порядку разбираю все ролики. Дальше начал разбирать. А идет один и тот же повтор. Они наслаивают одно на другое. Там, где я с голубями. Там сказал, что я избранный. Что слова мои в пороческом духе. Они этого не знают. И они понимают только, должны быть такие, как они. А какие они? Люди не со свободной совестью. Это я определенно скажу. Не по совести, во-первых. С тем, а с другим было по-хорошему. Как один говорит. А как вы говорите, там не заплатили денег? Я и не просил. Я послал, у них нету. Они не отвечают. Ну, на этом и все. А я им книги дарил. А они мне не дарили ничего. Нигде. Не дарили. И не завикнулись даже. Это тоже, наверное, свидетельство их. А потом вот это вот. Они делают раскрутку. И я бы стал смотреть. Один ролик за другим они повторяют. То есть ничего нет. Выдохлись. Нету. И вот тогда я стал. Ну, я понимаю от чего. Повторяю, что это система патриархии. Она всех перемалывает. Пережигает. Протравляет. И делает ниже, чем они были мирскими, когда людьми. Вот. Сейчас они наваливаются на батюшку, на отца Акима. Любыми пытями свалить. Там патриархия это брала. Пыталась, чтобы вернули антиминс. А у него... Он говорит, я вас не брал. А я когда уезжал, митрополит Виталий в Синодии мне повесил несколько антиминсов. Мира там лет на 100, на 200 хватит. Ну, что священнику требуется. Вот. Я говорю это перед Богом. У меня все это было вот на этой груди, на моей. И я из Вашингтона в самолете привез сюда. Так что, даже если похитят один антиминс, у нас несколько антиминсов. Но мы приняли акт о хроническом общении. У нас очень благословенные встречи бывают с местным митрополитом. Сергий Иванников, он служит у нас. Сейчас они на него нападают. Куда он смотрит? Это главное он закрепляет. А кто у них епископ? Ну, кто епископ? Ну, вот он приехал, он и епископ. Я уже не отрицаю. А, это сектанты, то другое. То есть, ну, непрерывная, абсолютная ложь. И вот я решил немножко сделать некоторые аналоги. Было ли у меня в жизни такое? Было. Нападения были. Но такого, вот чтобы абсолютно бессовестного. Мои ролики там похищают. И теперь огонь горит, что это что-то буква, какие-то звуки, ля-ля-ля-ля-ля-ля, кричат. Ну, не может этот священник делать. Никто в это не поверит. Мне говорят, перестаньте говорить, что там какой-то священник, грудин, это хулиган какой-то, шпаненок залез. Может быть и так. Но предположительно, может быть, патриарши, чтобы так. Может быть. И не может быть, я скажу, может 90 с лишним процентов именно таких. Мы проехали всю страну. Ну 500 городок, это что-то говорит, а их больше. И практически везде, где бы ни был священник, они так ведут. Сразу с первой минуты. Никогда обо мне не слышали, не знают, книги не считали, мгновенно бросаются. Не трожьте, не подходите, эти люди. Почему? Он делается бешеным, буквально сумасшедшим. Я назову по всей стране, где мы только были. И за рубежом такие же. И за рубежом. Но один из примеров. Маленький пример. Италия. Мы с трудом нашли, проехали все вещи. Где-то надо машину остановить. Начать главное туалет где найти. Это главное. Ну и наконец мы спрашивали, спрашивали и узнали. Там храм святой Екатерины. Позвонили. Ни под каким видом. Ваграда большая, пустая. Мы даем документы у нас. Вот смотрите, у нас документы. Вот мы посланы. Вот у нас благословение, печать. Показы. Никаких. Но, видимо, за нами наблюдает. Там колонку мы воды-то набрали. А ночевать так нашли. Маленькое место. Как Николай проехал. Не помял машину. Не знаю. С двух сторон. Между оградой. И там деревом. Столб стоял. Ну, может быть, по сантиметру было. Николай Крущин. Николай Павлович. Дальнобойщик. Прекрасный шофер. Ну, только мы расположились спать. А мы никому не мешаем. Вот вход в этот храм, въезд. И вот здесь справа. И мы ни сантиметра не занимаем. Ни дороги, ничего. И тут деревья. И он между ними протиснулся. Что вы думаете? Прошли полицейские там где-то. У них какая-то гренадеры. Или как там называют. Ну, что-то такое. Гвардия какая-то. Итальянская. Приезжает священник с каким-то человеком. А кто вам разрешил здесь? А уже ночь. Среди ночи нас сбулгачил. Ну, мы из России. Ну, и что? Мы говорим вот так, так. Даже не разговаривают. Что даже мы, если патриархийные. А он этого не знает ничего. Что мы к русской православной зарубежной церкви. А мы за рубежом. Немедленно уезжайте отсюда. Да вы понимаете? Тут полиция. Как-то называют-то там гренадеры. Или кто? Да вы знаете, что будет? Да никого нигде нет. Темнота. Тут даже не освещенное. Мы в тенечке находимся. Ни под каким видом. Да мне что? Вызывать там? Выгоняет нас. Теперь выезжать очень трудно. Не видно, как он. Николай, ну что делать? Мы не знаем, что у нас с собакой с собой. И нас трое. Давай потихоньку, потихоньку. Он выскребся оттуда. Ну а куда мы среди ночи поедем-то? Город-то Рим. Ну где в Риме мы станем? Даже остановиться нам негде-то. Ну слава Богу. Нашелся там человек и говорит. Езжайте за мной. Я вам покажу. И прибыл в одно место, где можно машину поставить. Ну там уже ни воды, ни туалета. Ничего нигде нет. Какую беду мы приняли там? И этот священник. Я рассказываю. Это было в прошлом, в 14-м году. Вот. Нынче 15-й год. А, один храм там. Там легко узнать, кто. Ну узнайте, кто за рубежом. Скажите, почему так поступили? Мы ему показываем, что мы везем вот то-то, то-то. Он ни одного слова нашего не слышит. Видите? То есть мы совершенно нигде и никто. И поэтому вот так, как эти ведут, я могу объяснить только так. Это люди бесталанные, бездарные. Если бы был хоть один талант, он боялся бы его погубить. А один талант только кусать, давить, плевать, поносить. И даже на митрополита тут наваливается сейчас. Его перед патриархией они не глядят. А то ипископ посчитать надо. Я разговаривал с ним, он говорит, у них мы такое как будто бы убить хотят. Я все это имею для себя. Ну, что тут вот урок дает? Как правильно вести диалог? То есть они знают, как вести диалог. У меня тысячи диалогов. И после диалогов сектанты с целыми общинами соглашались прийти в православие. Ну, что он может сказать дальше? Урок смирения, кротости. Это я батюшке возражаю здесь. Ну, это говорит о том, вот он, я стою, вот тут батюшка, ну, предсобранием. А смирение, кротость и в их понимании. Какое? Вгорбатился, голова между ног, и архиереи над ним властвуют. Они в Бога-то, может быть, и не верят. Только перед архиереем, чтобы никуда не струнул-то. Дальше. Ложь, лапковщина. Какое лапковщина? В первую очередь у меня лжи ни одного слова. Не где-то, а меня исследовало МГБ, Московское КГБ. Суд шел сколько, и не нашли лжиого ни одного слова за всю мою жизнь. За всю мою жизнь. Нигде не нашли. Они старцев бы ухватили. Это подтвердили. Дальше. Обличение Лапкина православным христианином. Ну, это я разобрал уже. Борода – растительный образ Божий, растительный образ Божий. Ну, сами названия говорят. Я отвечаю по Писанию, стоят братья наши. Вот. Ничего объяснять. У меня материалы о Бородееву выставлены. О Бородобритии в моей книге «К истинному православию». Урок Лапкина. Учиться любить творение Божие. Как творение? Котик ловит воробья. Я это разбирал уже. Дальше. Как правильно приглашать патриарха? То есть, он учит, как приглашать. То есть, о патриархе, когда он был митрополитом, высказывался. Якобы отрицательный, не отрицательный. Я показывал, как человеку, которому нужно спастись. Какой будет с него спрос. То есть, я не боюсь патриарха. Нисколько. По сегодняшнему не боялся никогда. Я вообще никого не боялся. Никогда. А они-то не такие. И они это понимают. И стараются, чтобы такого не было. Я их обречаю это. Но я приглашаю патриарха. И от него я не скрываю ни одно слово. Я их выставил все в интернете. Тогда, когда он был митрополитом. В чем его везде все обвиняли. Но я не это даже и делал. А то, что он вопросы и ответы дает не во свете Библии. Только все. Как правильно хулить попов. Зачем их хулить-то? Более отрицательных персонажей вообще у нас в стране нет. Более негативно ни о ком сказать нельзя, как о них говорит литература. Они не любят Лескова. Ну, считайте Николая Семеновича. А он умер не так и прочее. Где-то. Дальше садизм. Это сущность лапковщины. Уже не лапкина, а какое-то лапковщина. Любовь, в кавычках, лапкина к голубям. Ну, я уже это разобрал. Мои голуби, то есть мои петухи, мои курицы. И я их к осени прибираю. Потому что кормить всех нельзя. Он кормить будет, мои голубей. Я ему дал бы бесплатно. Но он не возьмет ни одного. Не возьмет. А куда? Голуби, так же, как все птицы, колются. Так же. Специально держат мясные голуби по килограмму вес. Но ничего нет. Зачем бы они это брали? Это позорится. Только бы они не убрали эти ролики. Потому что мне уже говорили, что они уже надписи свои начинают убирать. И, видимо, ролики сдвигают. Чтобы сохранить как-то. Дальше. Где-то я беседую. Что-то. Безумие, видите. Безумие. Уже не Лапкин безумный называет, а безумие. Садистская сущность. И опять голубей. То есть, ну, повтор один. Вот котик стоит здесь. И вот окошко. Это одно и то же. Голубей. Сумасшествие Лапковщина. То есть, безумный, проще. Они не считали, что об этом Господь сказал. Если скажет такое и проще. Орока. Там безумие и прочее. Они ничего не знают. Не тяготись обличением. Вот. Ну, на критику канала тут. Все. Больше ничего нету. И вот я тогда решил узнать. А что говорит Господь на это? Вот. Прочитаю сначала. Такое. К нам приезжал писатель. Быков Дмитрий Львович. И он очень известный в Москве. Вот. Представьте. Приехать. Такую даль. Из Москвы. Да и, конечно, это командировка была. Не сам себе. Приехал Бурлак, кажется, с ним приехал. Фотограф. Все фотографировал. Его приняли, кормили и поели. Он у нас тут пожил. Вот. И дальше напечатал статью. Собеседник. Журнал, 39-й номер, 2000-го года, страница 18-19. Я специально показываю, что вот те, которые нападают... Ну, сравните, вот какой у нас был разговор. Он напечатал. И дальше. Вот у меня, кажется, командировка, он, кажется, такое слово выразился, представился, что... Я встретился вдруг с такой обстановкой, вот, никогда, а уже человек-то в годах, не встречалось мне такое. И в эту тему можно так вляпаться, что и не вылезешь. Вот. Ну и дальше, как батюшка давал ему пояс, там он такой объемный, это Дмитрий-то, Львович. И он не сошлось. Говорит, я чувствовал себя, как Путин на Окинаве. Не Путин, а этот, Горбачев. Вот. И как у нас тут батюшкин день рождения справляли, написал. И дальше он начал говорить, редукция жизни, удаленность и такое нагородил. Я даже про статью не знал. Ну, вот я сижу, разговариваю с проректором по учебной части Алтайского государственного технического университета, Семкин Борис Васильевич. И он говорит, а про вас статья вы считали? Я говорю, нет. Московский журнал. Он очень хорошо относится. Я говорю, и что там? Не могу понять. Говорят, то ли говорят, хулят вас, то ли хвалят. То есть он хулить начинает, а у него не получается. Он переворачивается на то, что видел. Вот. Я опять в эту ставку еще одну сделаю. У меня такое было, когда за клевету я судился, там, вы сектанты, тоталитарная. И все это. Ну, я подал в суд. Вижу, что они устали. Если бы эти были в суд, рядом я бы мог подать. Они ни одного слова не докажут. Тоталитарная. Так, минутку. Говори. Говори. Ага, я пришел ли так попасть? Не можешь попасть. Так, это, слушай. Это. Минутку. Давай-ка сюда. Я буду без тебя. Как-нибудь направь. Подожди там. Я не... Подожди маленько сейчас. Ну, как-то сделай, чтобы видно было. Я не знаю. Сделай, чтобы это. Давай я буду... Сейчас, сейчас выйдет тебе Володя, а я тут... Он съемку ведет. Подожди. Ну, я не знаю, тут теперь один-то разберусь я или нет. Ну, я просто буду говорить пока. Когда у меня шел суд, то один из них, из нападающих, писал статью Бобров. Геннадий Александрович. Это первый секретарь КПРФ по железнодорожному району города Барнаула. Вот свидетели-то какие идут-то? Злобный-злобный такой. Ну, коммунист. Что сего спрашивать-то? А кто вошел с ними вместе, вот как попыть, и еще более злые делаются. Потому что там семь злейших. И вот с этим встретились в суде. И вот он начинает говорить. Он свидетель. А что свидетель? Как в лагере был, как видел. И какие он нашел там преступления, а ничего не может сказать. Ни одного слова вредно. А вот там мальчик стоял на вышке, смотрел, там коршуны летают или нет, за сусликами. Ну, какая-то вина. Детям нравится, я поставил. А он хотел в туалет. Ну, а дальше уже никто не знает. И не проверить не знает. Мальчика нет. Но судья спрашивает, а как вы с Лапкиным познакомились? Он высокого роста такой. И начинает говорить. Ваша честь. Впервые с Лапкиным познакомился в Алтайском государственном университете. Был конгресс интеллигенции. Очень много людей было со всей страны. И даже лауреат Нобелевской премии Алферов ЖРС. Ну, ясный деда, выходят люди, профессора, доктора, академики. И вдруг представляют, слово предоставляют какому-то Лапкину. Я никогда его не видел. И выходит человек в валенках, с галошами, в каком-то пизжачке. Там вроде дирюжный какой-то, как-то он сказал так-то. Я подумал, а это-то зачем здесь, в таком представительном обществе? Но, Ваша честь, вот он заговорил, и я прошептал. Златоуст. Я, видимо, говорю, снял это далеко. Сейчас еще. Ой, сейчас зайдут ко мне брать это. Вот к этому. Итак, вот это тоже. Краткий разбор статьи-то делаю я. В Алтайском техническом университете этим летом потерялось пять девушек. Так это я делаю. Ты меня снимай здесь. Зашел он? Да, хорошо. Это я пишу. Быкову. А для чего я здесь это вставляю? Ну, я это говорю этим, которые сегодня вот тут поясничают, кривляются. Ставят какие-то ролики мои, воруют их. На них там всякую паха сделают, гадят. Ну, может, это какой-то школяр, гаденыш какой-то заполз. Змеи, порождение их едины. Я не знаю ничего этого. Сейчас нашли двух в лесу изрезанных, разложившихся. Ну, а потом нашли всех пятерых. Работает следствие, группа из Москвы. Колесников был прокурор. Мы стараемся исключить это. Кому нужны новые трупы? Потому такие предохранительные меры по безопасности в лагере Стане. То есть он нападает вот у Лапкина. Так, нельзя то, нельзя то. И, конечно, какие у него могут быть нарушения, когда везде со всех сторон охраняют. Ну, плохо было бы ребятишкам. Они бы не приезжали второй, третий, двадцатый раз каждый год. И это не самая главная редукция статьи. Он редукция жизни, а я говорю редукция статьи. «Самое страшное, дикое, в последнем столбце, три врага, как он пишет, когда начинаете обмысливать виденное, рассуждая как безбожник. Воистину, толстое чревание рождает тонкие мысли. С таким снобизмом буквально вляпаться в тему, в явлениях, которые не по силам и более осведомлены в религии людям». Это я пишу этому Быкову, разбор статьи его, писатель. «Я подарил вам молчанием предается Бог» Виктора Потапова из Вашингтона, священника. «И свои подборки». Это к истинному православию там все. «Что из этого прочли? А ведь обещали не раз, что обязательно прочтете. Если вы, Дмитрий Львович, считаете себя православным, в Москве, это диванное православие, ежи больше, спи дольше, то должны знать, что Библия есть главная книга всех христиан и православных. Откройте. «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле». 1 Иоанна 5,19. «Не согласен с этим и есть живущие во зле». То есть он на эти слова стал нападать. «Как? Весь мир во зле? Это что? Только то, то». «Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергнете развращенного из среды вас». 1 Коринфянам. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял». В свете только этих трех мест Библии увидите ли, что есть ваш жалкий лепет. Там написана статья «Три врага». Я сказал, три врага. Первый враг для нас. Подойди в зеркало, ты его увидишь. Это в статье, которую он там пишет. Ну, статью его показал номер. Кто желает, найдите, собеседник. Вторая – это враг. Сатана – это личность. Это не просто зло, как Лев Толстой понимал. И третий враг – это этот мир, который лежит возле. Вот у нас три врага. Я ему это сказал быкам, а он теперь взял заголовок такой. И самое главное искажение, извращение в статье то, что мы где изолировались от мира, и это, дескать, чрезвычайно, худо, дико. Вот что нам говорит. С вами ехала девушка. Когда она поехала, они поехали, она с ними вместе поехала на поезде. В этом году она закончила социологический факультет университета. Вообще у нас в этом году пять выпускников вузов. Трое из них с красными дипломами. И двое поступили в аспирантуру. А вы зовете якобы ко спасению, а в действительности в море блевотины, наркомании, убийством. То есть, если не отделяться от внешнего мира. Культивируемая в московской патриархии МП, лжеправославие, открытая всему миру литургии верных и таинств, позволяет всем считать себя верными, как и вам. Вот отсюда ваш бунт, протест, поза. Как же так? Я верующий был в Москве. А в какой-то потеряевке признали ущербность веры моей. У нас и телевизоры в деревне, и радио есть. Более ста видеофильмов. То есть, тогда интернета не было. Мы не Лыковы на Абазе, не подпольные ПХ, истинно православные христиане. Игорь, староста, работает в союзе с фермерами. Дети учатся в селе Корчино. А теперь, дочь его Игоря, теперь, добавляя, кончила в медицинский университет. И сын закончил Алтайский государственный технический факультет строительства промышленного гражданства. Какая изоляция? Ну, ясно, какая изоляция? Ну, вот вам пример. Но вы давите и гнете свою. Изоляция, редукция. Ну, я ему объясняю. Стремление к неучастию во зле. Попытка жить по заповедям Божьим. Трудиться много и честно. Это что, секта? Ватикан? Редукция? То есть, он нас Ватиканом назвал. В предисловии к статье вы пишете, что не секта в потеряевке. В предисловии так и написал. Нет, это не секта. Это Ватикан. А на первой странице крупно кричащий журналист Димитрий Быков побывал в секте, созданной по Солженицыну. Вот, которые сейчас нападают, они не знают про эту статью. Они нас к белому братству там приписывают, к звенящим кедрам, к Анастасии, Аумсельнике. То есть, еще только где слышали, туда нас толкают. Я отвечаю, ни стыда, ни совести у редакции собеседника. Ну, хотя бы откройте словари, посмотрите, что из секта. Вот сейчас я хочу просто, чтобы кто с нами будет дальше разговаривать, они это выписали себе. Они не знают, что такое секта. Секта – это религиозная организация, отличающаяся догматами взглядов и убеждения, расходящаяся с господствующей церкви или враждебных ей. Словарь иностранных слов. Москва, 1964 год, 23 тысячи слов. Но, кстати, эта позиция, если сравнивать с господствующей церковью, то есть с первоапостольской, ну, правильно тогда в интернете выходит, говорят везде, самая большая секта – это московская патриархия. Ничего в ней, говорит, по Евангелию нету. Это не мои слова. Секта отрицает институт священства, не признает деления верующих на клир и мирян. Карманный словарь атеиста, Москва, 1973 год. Учение о ненужности церкви в деле спасения. Ну, чего непонятно, к секте-то мы ни с какого боку не можем подходить. Никак не расходится наше учение, его и нет нигде. По святым отцам, по канонам церкви. Это они из 719 в патриархии в каждом храме 413 правил нарушают. 413, у нас ни одного не нарушается. У нас есть сенот, епископ, это 2000 год, и священник. У нас же уставы общины православных христиан, в честь священномущеника Анфима Никомедийского, русско-православной церкви за границей. Зарегистрирована 21 июля 1995 года в управлении юстиции Алтайского края. На основании этого была зарегистрирована 1.12.195 за номер 622 общественная организация деревенской общины поселка Потеряевка. Все это видел своими глазами Быков Дмитрия. Но нужна жареная тема, оживляш. Мы ведь эти ярлыки, секта, экстремисты, ощипенцы, прелесть давно перемололи жизнью во Христе. Повторяю, судов тогда еще не было, но жизнью во Христе. Над словом секта тут смеются все юстиции в редакции. Оскоромились собеседники с этой командировкой-то. К верующим нужно посылать верующих. Хотя, чтобы хотя немного понимали о том, что предлежит. Разборка последнего из десяти столбцов статьи заняла бы несколько страниц. Столько в ней невежества, вранья, грехолюбия. В действиях, в словах Быкова Дмитрия, вина нелюбовь к тем, где его приняли, напоили, накормили. Не пытайтесь через поношение, если направдать свое лжехристианство. Мы считаем, что статья Дмитрия Быкова заказная против Эльвиры Горюхиной. А мы уж под эту молотилку попали. Нападки поношения на профессора Эльвиру Горюхину базируются только на неприятии истинного православия. Быковым, Дмитрием, исключительно. Эльвира Николаевна была несколько раз потеряевки. Записывала на диктофон все беседы, ответы. И не допустила в своих публикациях таких быковских проколов. То есть она в газете выступила с большими фотографиями, и они на нее напали сначала, а потом решили приехать сюда. Разгромить ее. Мы-то попали просто так. Публицист Макаров Сергей Сергеевич из Верст. Смотри Версты газета московская. 29-го, 2-го, 2-тысячного. Человек Игла. 4-го, 3-го. Умереть и воскреснуть. И спаси и помилуй. Макаров жил здесь 10 дней. Непрерывно записывал на диктофон и ручкой. Он встречался с руководством района, края, прокуратуры, редакции, тюрьмы. Был на нашей свадьбе, на занятиях в университете. У него опыт работы, 10 лет в комсомольской правде. И написал, слово не солгал. Пример вам. Убеждение, что мы думаем, что мы где живем правильно, досужил живый выпад сына льва. Дмитрий Львович. Напротив, в десятках проповедей я подчеркиваю нашу немощь, греховность, карикатурность по сравнению с первоапостольским христианством. Повторяю, выделяю. Немощь, постоянно подчеркиваю. Считайте дальше сами. Греховность, карикатурность по сравнению с первоапостольским христианами. Счастье, это жить со Христом, с Господом. И пустыня расцветает раем. И другого пути нет у России. Иоанна 4.6. А наше поселение, всего лишь крохотная искорка возрождения душ в Искупителе. Деяние 4.12. Попытка жить по-человечески, без вранья. Лично я и члены общины ведем просветительскую работу в местном СИЗО. 17.1. На 3700 человек уже 12 лет. Это 2000 год. Более 10 лет веду духовную работу в университете, в милиции, 5 отделов, и гор, и край УВД в школах. Какую изоляцию увидел Дмитрий? Где? Какую редукцию жизни? И никто ничего по Солженицыну не строил, даже и не считали все его труды. Но стремление к истине, когда бы и где бы и кто бы не добивался, то такое обязательно станет похожим на стремящихся и живущих так же. И даже сойдется один к одному. Солженицын Александр Исаевич гений. Все гениальное просто и было уже такое в веках под солнцем. Жить во Христе достижимая реальность. Делает похожими и на святых, и на Христа. Дмитрий Львович, если бы существовали другие методы воскресения, 300 уничтоженных только на Алтае деревень, теперь больше 400, и десятка тысяч по России, то есть 21 тысяча, то разве мы оказали бы на сегодня единственным, быть может, на Алтае и на Россию, кто с пустыря начал восстанавливать поселения и приближаться к десятилетию жизни, 13 мая 2000 года. Но у нас теперь уже 25 лет. Без прецедента жестко называете церковную общину, живущую по канонам православной церкви. А одно это говорит, что вы не знаете канонов, не живете по ним. Почему? Вы не называете жизнь церковной московской патриархии, другой, храмов московской патриархии, без прецедента обмерщенной. Без прецедентно обмерщенной. На все ваши лошадиные дозы глупости, он говорит, лошадиная доза строгости, там начал, в вопросах, ответ дает жизнь. Везде пьянство, воровство, раздолбайство и разврат. Это ваше определение, русская деревня на сегодня. Раздолбайство и разврат. Страшная редукция жизни там, где нет Христа. Рядом с Потеряевкой, село Корчино. Это 506 дворов. Это, видимо, Кадниково. В первый класс в 2003 году пойдет один ребенок. Ежедневно в России 18 тысяч абортов, убийств в утробе матери. Для сравнения, в Афганистане убито наших солдат за 9 лет 14 700 человек. Каждый день, день, 18 тысяч. Что тут непонятно-то? В Потеряевке же, на 13 дворов, 8 дошкольников. Где редукция? Запрет выполним только в результате внутреннего роста. Пишите, жизнь без лишних эмоций, лишних сомнений и бурь. Это о нас. Прочтите об этом у Тургенева. О девушке, душе, на пороге выбора. Там, на грани выбора, идет битва. И когда все сомнения отброшены, душа избирает Бога. Одного только Бога. И склоняется направо, ко Христу. Дьявол заскрежетал, как собеседник. Собеседник в номере 39. Ну, как вот эти разные, с Куратовские, кто под их именами. Дудин заскрежетали зубами. Будь ты проклята! Но тихий голос благословил. Святая. Банальность быковского поиска людей не по Диогену, не с фонарем. Смысл статьи в Потеряевке не люди. А вот люди там, где сомнения, борения, то есть в стане плененных и прокаженных, идущих широким погибельным путем. Дух Святой предупреждает. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть ощея и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющая волю Божией, пребывает вовек. 1 Иоанна 2, 15-17. 1 Коринфянам 7, 31. «Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Иаков 4, 4. «Вы пишете, бежать от свободы собственного духа». Это о нас. «Сколько громких и пустых слов выдувает обольститель через Быкова! Ибо где Дух Господень, там свобода!» 2 Коринфянам 3, 17. «Свобода только во Христе». Смотри, хижина дяди Тома, Бищерстоун. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игру рабствам, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти и галатам». И вот эти откровения Святой Библии и есть Божий справедливый приговор сегодняшней лжеправославной России и, в первую очередь, московской патриархии. Избранный нами путь, путь со Христом через Голгофу, через Воскресение. Этот мир осужден со всем его комфортом». Иоанна 16, 11, 17, 14 и так далее. Уже не 1917 год. Эксперимент с атеизмом кончается. И обошелся по пророчеству Федора Михайловича Достоевского в 100 миллионов оборванных насильственно жизней. Об этом подтверждает Исложеницын. И говорит о порядочной жизни вне Церкви, вне Христа. По Бурлаку, фотографу статьи, «Есть умышленное преступление на развалинах Российской империи. Со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма». Профессор Владимир Филимонович Марцинковский. «Вот, благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не могу изменить всего». То есть, нас Бог благословляет. Теперь я, чтобы закончить этот разговор, еще просчитаю. Вот сегодня у нас 4 ноября 2015 года. Заходит человек новый, я его не знаю, Андрей Бухвал. И таких заходит ни один и ни два. Каждый день. Благодарю вас за присоединение в друзья. Это Mail.ru. Спасибо за ссылки. Я и так являюсь постоянным слушателем ваших видео в Ютубе. И использую статьи с этих сайтов. Слава Господу за ваши труды и видео. Все очень интересно, а главное, полезно для души. Михаил Кальмаев. Братья Александр Марьясов и Сергей Козлов хотели очень переубедить Дудина-Скуратовского. Но выглядело это как-то жалко и неубедительно. Мне пришлось отправить им вот такие слова. Игнать этих шалапки защищать не надо. И переубеждать этих обрещенных саном людей бесполезно. Потому что как у них планета такая, быть трубами лукавого духа. А почему нельзя защищать? Люди говорят, можно я выступлю? Я говорю, не надо. Это моя награда перед Богом. Радуйтесь и веселитесь, и велика ваша награда на небесах. Когда будут поносить, как неугодное сыну человеческому. Они уже решают, я не угоден. Мне быть в аду. Сумасшедший, сатанизм, лапковщина. Это их слова. Это трубы лукавого духа. А 6-й Вселенский Собор, второе правило говорится. На соборах были трубы Святого Духа. А эти все, каноны не надо. По канонам никого в храме не будет. То есть это, если так не священники, это понятные жулики. Это какие-то люди, о которых прямо говорят мракобесы. Они встали на этот путь и должны его пройти теперь до конца. То есть речь идет об этих хулителях, которые мои ролики воруют, гадят. Ничего не остается, как только пожалеть их и попросить Господа, чтобы Бог изгнал из них этого духа лжи, если еще это возможно. Ну, как у Михея было. Я видел дух лжи, вошел в уста всех. Но он не вышел, нигде не написано. Дело ведь не только в Витте Лапкине, а в том, что эти ребята показывают нехороший пример, показывают сущность священства. Это лживость. Сущность священства – это лживость. Подтверждают слова Лапкина и Кураева, что в московской патриархии правду не любят, и в МПРПЦ могут с легкостью любого оболгать. У меня на процессе выступал свидетель Яковлев Геннадий Михайлович. Он стал потом иеромонахом Григорием, которого в туре Кришнаид голову отрезал, вокруг алтаря обошел и бросил, положил на алтарь. О нем статья была, здесь правду говорить нельзя. Ее тайно записали, на магнитофон отправили в Париж, и там русская мысль, и в ней было напечатано по таким заголовкам. Им истина не нужна. Они ее не ищут и не хотят. Ведь все, что они наговорили, легко бьется, если только объективно и серьезно разобрать их слова и сравнить с тем, что говорил Лапкин. Они делают сейчас так. Я говорю, прям видно, я говорю, они делают такой пузырь, и там слова, какие бы я должен говорить. Я могу сказать, под мой язык еще ни одному человеку не удалось залезть. Я сказал, ты будешь так говорить. Это не могли сделать ни КГБ, ни тюрьмы, никто. Не 26 лет мучительства психиатрией. Я не боюсь говорить, а он психиатрией был ненормальной. У меня ответ психиатрии нормальный, это они преследовали. Нормальный, я исследовал. Я выставил со всеми подписями. Ждали светила там, Мазур, Боисея Аароновича. Вот кто нас проверял. Александр ответил, Марьясов, представляешь, брат, я сегодня для себя точно так и решил, что на все воля Божия он все управит. Наши мысли сходятся. Спаси Христос. И дальше я пишу. Вот где моя защита. Я каждое утро считаю псалтырь. Псалом 55-й, 2-й. Могут ли они его считать без натяжки? А у меня легко он считается. Помилуй меня, Боже. Ибо человек хочет поглотить меня. Нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня. Ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю. Не боюсь, что сделает мне плоть. Всякий день извращают слова мои. Все помышлениях обо мне назло. Лапковщины что-то собираются, притаиваются. Там в этой миссии, или как называют у них, миссионерский журнал. Там Самсонов сидит, плетет. Вместо Степаненко избранный председатель, или как, миссионерского отдела. Ни одного слова этот Алексей не мог сказать. Как я еду на двух уазиках. Этого ничего нету. Это просто Мюнхгаузен в рясе. Мюнхгаузен. Что было ведущим. И неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Я тоже спрашиваю об этом. Во гневе не изложи, Боже, народа. У тебя исчислены мои скитания. Мои скитания. Я не около жены сидел. Мои скитания по миру, по тюрьмам. Положи слезы мои в сосуд у тебя, ни в книге, ни в твоей. Мои слезы не один сосуд переполняют. Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. Я только начинаю говорить, их нету. То, что они сейчас говорят, пишут. Вот эта лапка, щеной придется зализывать потом. Когда Бог все это откроет, и они это увидят. И нигде не найдешь ни адреса, ни телефона. У меня все телефоны. Любовь заходит. Скайпи ко мне выходят. В Боге восхвалю я Слово Его. В Господе восхвалю Слово Его. Во свете Библии у меня все. На Бога уповаю. Не боюсь, что сделает мне человек. На мне, Боже, обеты тебе. Тебе воздам хвалы. Ибо ты избавил душу мою от смерти. Дай ноги мою от претновения, чтобы я ходил перед Лесом Божьим во свете живых. Деяние 23, 12, 14. С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел. И заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более сорока сделавших такое заклятие. А они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали. Мы клятво и заклялись не есть еще, пока не убьем Павла. И мне один митрополит говорит, так они вот так же, наверное, так они умерли, наверное. Эти, которые заклялись. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Искать. Но никакого предлога и погрешности не могли найти. Потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Я смело беру эти слова к себе. Меня исследовали самые высокие органы. И ничего не нашли. Ничего. Я реабилитирован. Нигде ничего нет. Иеремия 20, 10. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они. Мы сделаем донос. На меня священники писали донос. На суде все выявилось. Все жившие со мной в мире сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется? И мы одолеем его, отомстим ему? Это Иеремия, говорят. Эти слова я принимаю. Это мой любимый пророк. Иов. Не видел ли он путей моих? Не считал ли всех моих шагов? Бог обязательно открыл бы, что во мне есть. Нет ничего. А то воробьенка котик ловит. Ужас один. Лука. И наблюдали за ним. Наблюдая под осталью лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, там, под видом священнической одежды дудинской, этот вроде пришел в православие. Никуда он не пришел. Если это действительно сектант, таким он остался. Уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя, чтобы отлучили меня из церкви, выгнали. Да вот только 16 сентября меня лично прищищал своей рукой митрополит московской патриархии. Ничего они не могут сделать. Я когда уезжал митрополит, я сказал, чтобы нас заочно не разлучили. А он вот так показал пальцы, говорит, сам улыбнулся, и говорит, уже стараются стучать копытами. Вот кто вы такие. Положили в совете взять Иисуса хитростью убить. Ну то и эти делают. Ролики какие-то. Это не мои ролики, это ваши, ворованные от меня. Псалом 9, 29, 31. Сидит в засаде за двором. В местах потаенных убивает невинного. Три тысячи лет назад псалтырь писаная. Глаза его подсматривает за бедным. Я бедный. Это ко мне относятся, а не к вам. Бедный. У меня ни должности, ни наград нет, ничего нет. Есть только любовь к Богу и к Библии. Подстерегает в потаенном месте, как лев логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает, и бедное падает в сильные когти его. Но я вас могу убедить. Вы наткнулись как раз на меня, вам это и надо. Потащите на мне зубы. По крайней мере в это время от вас отдыхают те, кого вы грызли до этого. Но я думаю, что ни на кого они не нападали с таким усердием. Это Господь допустил всем показать. Когда человек с Богом, он как скала стоит, они будут палящим ветром для тебя. И Еремея говорит. Псалом 139.3. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополщаются на брань. То есть все новые мои ролики и заново перековеркают. А я их даже подумать страшно. Повторяю, самое злобное, что сегодня есть в мире, это то, что облеченные в Ризы, патриаршие, которые не знают Бога. Не о всех говорю. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Ну ладно, я неправедный. Но ищете умертвить-то вы. Ну а дальше легко вписывается в эти строки. Что это вы делаете? Нищий, нечестивый. А за кем смотрят? За праведником. То есть вот наши роли. Я не подсматриваю нигде. И это никто не докажет, что подсматривал. Я что вижу, то и говорю. Приготовили сеть ногам моим. Псалом 56.7 Душа моя поникла. Выкопили передо мной яму. И сами упали в нее. Но они-то разве не знали, что это такое будет? Сами упали в нее. Ибо вот они подстерегают душу мою. Собираются на меня сильные. Не за преступление мое, не за грех мой, Господи. Укрой меня от замысла коварных. От мятежа злодеев, которые застрели язык свой, как меч. Напрягли лух своеизвительное слово, чтобы втайне стрелять непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердили злом намерение, совещается скрыть сеть. И говорили, кто их увидит? Изыскают неправду, делают расследование за расследованием. Даже до внутренней жизни человека, до глубины сердца. Но тут-то явно, что они этим занимаются. Я говорю, когда в епархии сидели, наш епископ Евтихий, и тогда Максим был. И батюшка, отец Аким говорит, ну как вот с вами мирно-то иметь? Сейчас в интернете выставили, что потеряевки там сатане поклоняются, а не Богу. Даже Максим, это Дмитрия, припит. Да вы что? Ну, батюшка говорит, один священник сидит, секретарь Беляев, отец Сергия. Ну, это отец Георгий с Горного Алтая. Убрать немедленно. Это уже слова епископа Максима. Мы пришли домой, смотрим, нигде нету. Изыскают неправду. Одно слово и ничего нету. Все стерто. Почему? Главный Бог, епископ. Он с ним что угодно сделает, бесправный. И поэтому они вот так, такие уродливые карлики, пигмеи. Ибо враги мои говорят против меня, подстерегай душу мою, советуются между собою. Кого-то там дворкин будет исследовать. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Я помазанник. То есть христианин помазан Духом Святым. А они этого не знают. На сегодня разбор закончился. Желаю лучших благ этим хулителям, и чтобы в студный день им это не вспомянулось. И чтобы они спаслись. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.